Когда надо задуматься о том, что следует похудеть? Какие правила правильного похудения? Какие противопоказания к отмене всех ограничений? Смотрите видео до конца и худейте, если надо правильно! Перед просмотром видео хотим всех пригласить подписаться на канал, чтобы всегда оставаться здоровым и привлекательным. Вопрос о лишних килограммах или появлении складок на талии и бедрах встает перед большинством людей. Особенно такая проблема возникает перед началом летнего сезона и желанием посещать пляж или бассейн. Похудеть стремятся женщины и мужчины, подростки и пожилые люди. Но как это сделать правильно, чтобы не нанести вреда организму и в дальнейшем закрепить надолго достигнутый успех, знают далеко не все. Когда надо задуматься о том, что следует похудеть? Вопрос о лишних килограммах не так уж однозначен. Одни пытаются истязать себя диетами и физическими упражнениями, имея стройную фигуру, но видя на весах отклонения стрелки чуть-чуть вправо. Другие же, даже значительно превышая вес всех нормативов и показателей разных таблиц, не обращают на это внимания и продолжают вести обычный образ жизни, совершенно не замечая отложений жира. Какой же оптимальный вес надо иметь, чтобы не думать о возможном ожирении? Масса тела рассчитывается по индексу массы тела. Формула простая, следует вес в килограммах разделить на возведенный в квадрат рост в метрах. Если в результате получится более 25, то есть лишние килограммы. А если более 30, то уже формируется ожирение. Но иногда похудеть надо, если хочется хорошо выглядеть, ведь некоторое уменьшение веса подтягивает фигуру, делает более четким овал лица, улучшает работу не только мышцы суставов, но и внутренних органов. Расставшись с несколькими килограммами, становится легче дышать, перестает повышаться артериальное давление, сердце бьется в нормальном режиме. Если возникают обстоятельства, требующие уменьшения объемов фигуры, то необходимо худеть правильно. Какие правила правильного похудения? Для снижения массы тела проводятся мероприятия, направленные на уменьшение количества поступающих калорий и увеличение интенсивности их расхода. Таким образом, всякое похудение – это диета и физическая активность. Так как же надо худеть? Не откладывать начало ограничений в еде и физических занятий с определенного дня. Все должно происходить сразу, как только созрело решение, вот прям сегодня и сейчас. Не старайтесь похудеть очень быстро, это не получится и даже если несколько килограмм покинут быстро тело, то вскоре после прекращения ограничений они опять же наберутся. Вместе с ограничением питания обязательно проводите комплекс упражнений, направленных на подтягивание определенных групп мышц. В первую очередь следует не давать растягиваться и повисать кожи на животе, бедрах и лице. Поэтому стоит следить не только за стрелкой напольных весов, но и за отражением в зеркале и заставлять мышцы развиваться и напрягаться. Обязательный завтрак во время первого приема пищи, который следует осуществлять не ранее, чем через час после того, как проснулись, должен обеспечить вас энергией практически на весь день, легко перевариваться и содержать не только питательные, но и полезные вещества. Позавтракав человек не думает о пище в течение нескольких часов, к нему не подкрадывается голод, который может нарушить все планы и заставит перехватить неправильные продукты. Поэтому завтрак это залог правильного похудения. Для хорошего пищеварения и активного усвоения всех необходимых веществ из пищи не надо еду запивать. Выпивая жидкость, происходит разбавление желудочного сока и снижение пищеварительной активности. Это приводит к нарушению обмена веществ и формированию дополнительного жира. Поэтому не надо еду запивать, попить можно либо перед едой минут за 30, либо после окончания трапезы через полчаса. Соблюдение режима питания, употребление пищи 5-6 раз в день. Последний прием пищи не позднее, чем за 2 часа до сна, иначе полученные калории не успеют пригодиться и будут трансформироваться в жировые отложения. Есть небольшими порциями, не переедать. Объем блюда не должен быть больше 200 грамм, то есть помещаться в стакан или на ладони. Правильное питание подразумевает не только употребление полезных продуктов, но и принятие пищи в одно и то же время, когда желудок уже привыкает получать пищу и готовится к процессу пищеварения. Во время еды тщательно пережевывать пищу. Это необходимо не только для того, чтобы еда хорошо переваривалась, но и для того, чтобы в мозг поступали сигналы о поступлении пищи, которые несколько запаздывают, что может приводить к перееданию. Все правила похудения довольно просты и выполнимы, просто надо активно двигаться, заниматься спортом и правильно питаться. Однако придерживаясь ограничений, возможно ухудшение общего самочувствия и тогда следует заканчивать все ограничения. Какие показания к отмене всех ограничений? Если во время периода активного стремления к похудению начинают возникать следующие изменения состояния и самочувствия, то следует возвращаться к обычному ритму жизни. Ухудшение самочувствия, слабость, сонливость. Постоянно плохое настроение, повышенная раздражительность, колебания артериального давления, появление эпизодов тахикардии и одышки. Нарушение пищеварения, задержка стула или диарея, тошнота, боли в животе. Мышечная и суставная боли, боли в спине и позвоночнике. Появление тусклости кожи, выпадение волос. Если стали появляться подобные жалобы, то значит вы что-то делаете не так. Вам надо постепенно переходить на обычную еду и привычный образ жизни. Однако, не стоит забывать, что для хорошего самочувствия, профилактики многих болезней, повышению иммунитета необходимо правильно питаться и больше двигаться. Поэтому даже не для похудения, а для здоровья соблюдайте следующие рекомендации. Исключите сладости и газированные напитки. Ограничьте употребление белков и жиров. Питайтесь преимущественно овощами и фруктами, пейте достаточно воды. Не лежите целыми днями на диване. Обязательно совершайте ежедневные прогулки. Следование таким простым правилам поможет не возвращаться потерянным килограммам и при необходимости сделать фигуру стройнее. Помните, что все в ваших руках. Если надо худеть, то худейте, но делайте это правильно и безболезненно. Еще один совет. Перед тем, как вводить в свою жизнь ограничения, настройтесь на желаемый результат и стремитесь к нему. Это важно для достижения цели.